Склоны горнолыжных курортов уже режут кантами любители активного зимнего отдыха, хотя не все трассы еще открыты для катания. Да, и автомобильный поток не назвать пока интенсивным. Но чем ближе официальное открытие сезона, а запланировано оно на 24 декабря, тем большее число машин устремится в горный кластер. И здесь ведут ограничения движения транспорта. Впрочем, действовать они будут до 8 января. Будут работать дополнительные экипажи ДПС ГИБДД, которые будут обеспечивать безопасность дорожного движения. И здесь мы хотим обратиться ко всем жителям и гостям нашего города о необходимости укомплектовать свой автомобиль зимней резиной. Но даже на зимней резине попасть в период новогодних праздников на личном авто к горнолыжным курортам может не удастся. Количество парковочных мест ограничено. Об их наличии либо отсутствии горожан и гостей города будут информировать передвижные табло. В горном кластере, начиная от села Молдовка до горнолыжного курорта Роза Хутор, будет выстроено табло с переменной информацией, на которое будет выводиться информация о количестве парковочных мест, о количестве эскипасов. Если парковки будут переполнены, значит будет ограничиваться движение в горный кластер. Автолюбители могут оставить свой транспорт на вокзалах Адлера, а также Олимпийского парка, пересесть на электропоезда и добраться до вокзала Роза Хутор. Между тем, курорты Красной Поляны готовятся к большому потоку гостей и по возможности увеличивают количество парковочных мест. Мы реализовали в течение этого года новую идею. Это второй вход в Роза Хутор. Это так называемый Роза-стадион. Мы сделали дополнительно порядка 800 парковочных мест. Мы там построили кассы, там есть прокат. То есть человек приезжающий, во-первых, это будет бесплатно, во-вторых, там будет немножко дешевле эскипасы. Человек приезжающий туда попадает практически в зону катания. Пока еще немногочисленные любители активного отдыха опробуют трассы и оценивают инфраструктуру горнолыжных курортов. Впереди открытие ночных катаний и так называемой зоны безопасности для отдыха на тюбингах, надувных санках. Все замечательно, отлично стоянки. Как видите, хватает. Там еще 800 парковочных мест сделали в этом году ребята. Так что отличное место. Очередей здесь меньше на этот подъемник. Стоянка бесплатная, да? Посыпано, почищено. И разъезды есть. Все вообще без проблем. Здесь установили кассы. Эскипас, к слову, стоит дешевле. Откроют прокат снаряжения. Три подъемника будут вывозить любители зимнего отдыха на трассы. Более 5000 парковочных мест обеспечено в целом на горнолыжных курортах. В том числе на отметке 940 метров могут разместиться до 800 автомобилей. Но такого количества машин и мест, очевидно, будет недостаточно. Ведь только горнолыжный курорт «Розахутор» может одновременно принимать до 18 тысяч гостей. Альтернативой здесь может стать общественный транспорт. К новогодним каникулам количество подвижного состава в направлении курортов Красной Поляны будет увеличено. Больше станет как единиц автобусов, так и пар электропоездов. Жители и гостей города для собственного удобства просят отдать предпочтение общественному транспорту. Об ограничении движения в горный кластер будет дана информация и на табло, установленные вдоль береговой линии. Действовать правила будут с 28 декабря по 8 января. Рината Шипулина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.